нам понадобится для рецепта мука все ингредиенты я укажу ниже под видео в каком количестве нам понадобится картофель вода теплая не холодная соль обычная морская какой вы предпочитаете одна или две луковицы вот и все собственно когда и я использую чашку с круглой формой то есть я использую как форму для того чтобы мои варенички были одного размера одного вида чтобы они выглядели одинаково скалку я использую мне сложно на русском говорить забываю немножко к которой не пристает тесто и мука намного удобнее чем просто деревянная по-английски называется non-stick как по-русски я не знаю вот собственно и все что нам нужно я не часто делаю вареники потому что я их сама не ем точнее я ем вареники только немножко другие я для себя делаю без глютена глютен фри как еще говорят а у нас в семье муж их не любит поэтому я редко делаю эти вареники я делала для гостей просто заморозить и когда-нибудь они пригодятся сначала нам нужно почистить картофель и отварить его это предельно просто и понятно знаете когда я переехала жить в канаду честно говоря я думала что совершенно никто не знает о такой стране как Украина о России наверняка думала я здесь знают у меня кровь 50 на 50 то есть я 50 процентов русская и на 50 процентов я украинка но что меня очень удивило здесь когда меня спрашивали здесь откуда я потому что у меня явный акцент когда я говорила Украина о боже мой все так ахали охали вау класс говорю вы знаете где это конечно знаем у меня там родственники в таком-то колене с Украины и такое прочее было очень удивительно и на самом деле у многих канадцев фамилии заканчивается на щук ящук полищук или яещник или какие-то там такие подобные украинские при этом эти люди совершенно не знают языка но какие-то их дальние родственники или папы и мамы бабушки и дедушки были из наших стран и к чему я это все говорю к тому что они здесь канадцы очень знают и любят нашу кухню когда меня потом спрашивали после того как они узнавали что я с Украины говорят а ты умеешь готовить борщ я говорю ну да конечно они вообще просто таяли канадцы обожают нашу еду как борщ это у них вообще любимое они обожают вареники и третье место они обожают cabbage rolls о голубцы на голубцах они помешаны тоже это вообще так странно мне до сих пор честно не могу привыкнуть и понять этого так я отвлеклась от рецепта мы сварили картофель и нужно лук обжарить до золотистого цвета после этого я в картофель абсолютно ничего не добавляю его нужно потолочь и после этого добавить лук я немножко лука оставляю для того чтобы в конце смешать с готовыми варениками самое интересное это вот как правильно делать тесто для вареников чтобы оно было мягкое нежное чтобы вареники получались вкусные для этого вы используете для начала третью часть муки и стакан воды потихонечку все это перемешиваете мешаете мешаете и только потом добавляете еще муки половину от оставшейся муки конечно не забывайте немножко посолить по вкусу по вкусу интересное выражение вы же сейчас не попробуете в общем после этого добавляете оставшуюся муку и мешаете точно так же после этого у вас тесто не будет таким плотным и так оно и должно быть вы заканчиваете делать тесто уже на столе на досточке на чем вы там будете его замешивать теперь главное вот аккуратно вмешивать в тесто муку и вот таким образом оно получается мягкое и хорошо поддается замешиванию вот после того как вы замесили тесто его нужно просто раскатать в очень очень тонкий пласт лист используя скалку если вам кстати будут интересны мои рецепты без глютена или вообще интересно про моё питание или как сейчас говорят моя диета нет нет я не сижу на диетах в общем дайте знать мне в комментариях если вам такие видео будут интересны потому что тему питания я изучила от и до за не знаю лет десять вот такое вот тесто получается тонкое у нас и этого достаточно а теперь нашу форму мы немножко мукой присыпем и делаем такие кружочки для наших вареников ну а дальше все просто кладете в середину начинку и лепите вареник я я когда-то узнала такой способ как их слепливать чтобы они получались одинаковые я сейчас вам покажу вот так вот пальчиками их как бы между пальцами как бы это объяснить я думаю наглядно видно таким таким образом кончики вареника тесто согинаются загибаются вот таким вот образом и получается такой милый вареничек ну делайте то же самое с остальными дальше вы можете их сварить бросить в кипящую воду на пару минут пока они и всплывут и они готовы или же можете их заморозить и потом сварить в кипящей воде около пяти минут также я вам покажу какие еще вареники я делаю с черникой если я правильно перевожу blueberries это мои любимые но только еще без глитена я беру замороженную чернику потому что очень легко так слепливать когда они сваренные с черникой все объедения вот я сделала вареники сейчас немножко сварю остальные пойдут в морозилку здесь у меня вышло около тридцати вареников так что это вам для ориентира наверное на этом все так что да дайте мне знать в комментариях если вам интересны такого рода видео или видео рецепты моего питания ну то есть разные рецепты без глютена из безглютеновой муки и на этом все и опять спасибо вам большое за просмотр и до встречи в следующих видео пока 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 я